Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие подписчики канала Айрведа, канал о вкусной и здоровой пище. Итак, сегодня 3 ноября, воскресенье, и я приветствую вас на канале Айрведа. Воскресный денёчек, я пришла опять на огород. Вот моя такая прогулка выходного дня, это моя, наверное, новая рубрика, которую я веду, да, постепенно. Прогулка выходного дня, и вот пока что я сюда прихожу на огород, пока не выпал снег, пока ещё можно находиться какое-то время на улице, не мёрзнуть. Вот, но сегодня я утеплилась, уже укуталась, одела шарф, потеплее завязала его, вот, потому что если я продую уши, обязательно заболят зубы, вот, и обязательно заболею. Это вот я уже знаю по себе, такой у меня организм такой, вот, моя конституция, да, что очень надо смотреть за собой, следить за своим телом, иначе могу сразу заболеть, вот. Вот, ну, что хотела сегодня вам сказать, вот такой сегодня прекрасный денёчек, ноябрь, месяц ноябрь, последний месяц осени, и месяц последней осени перед Новым годом, да, перед следующим годом, 25-м, вот, ну вот, по-моему, уже идёт снег, это очень радует, что, наконец-то, можно в любую погоду уже выходить на улицу, потому что уже точно дождя не будет, снег, снег можно выходить, да, если снег, можно выходить на улицу, вот, знаешь, что не промокнешь, вот, просто потеплее одеться, да, и можно выходить гулять. Я люблю такую погоду, когда снег, знаете, когда снег, когда зима снежная, и снег под ногами хрустит, когда идёшь, особенно когда холодно, морозит, солнышко светит, идёшь, и снег под ногами хрустит, мне очень нравится вот это вот, знаете, такое, такая погода, вот, я очень люблю зимы, конечно, наши, но когда зимы, они многоснежные, да, когда много снега, когда холодно, когда морозы настоящие, я люблю такую зиму, вот, и именно вот помню ещё давно, когда была ещё ребёнком, ходила тоже, помню, когда идёшь с работы, уже темно, но фонарь горит, да, и вот блестит снег, под ногами идёшь, он блестит, хрустит под ногами, если холодно особенно, вот, и такое, знаете, приятное ощущение, радостное, бежишь с работы домой, приходишь, обязательно там что-то кушаешь горячее, там, или пьёшь горячий чай, согреваешься таким образом, вот, и, ну, такое приятное ощущение после этого, знаете, как называется, да, послевкусие, вот, и очень мне нравится такая погода, она намного лучше, приятнее, да, чем, например, осень промозглая, потому что осенью дожди, как мы знаем, вот, поэтому если, конечно, пойдёт дождик сильный, и ещё холодно, да, ещё ветер, то, конечно, не очень приятно находиться в такую погоду на улице, промокнешься, ноги промокнут, и можно заболеть легко, вот, ну, а зимой, зима, вот, чем я люблю зиму нашу русскую, тем, что можно выходить в любую погоду, даже если идёт снег, это даже лучше, вот, ну, если это настоящая зима, да, со снегом, со скрипящим под ногами, вот, и люблю я такую зиму, выходить можно в любую погоду, вот, ну, и вот сегодня тоже решила выйти, укутаться потеплее, укутать голову, свои уши закрыть, вот, и посмотрела, ну, как обычно, перед Новым Годом я навожу порядок у себя в комнате, выбрасываю хлам ненужный, что-то сжигаю, что-то выбрасываю, что-то кому-то отдаю, если что-то не нравится, вот, то есть навожу такое, знаете, очищение, да, мы должны проводить это ощущение не только внутри нашего организма, да, не только внутри наших мыслей каких-то, нашего сознания, нашего сердца, мы также должны очищать свой дом, да, проводить такое же очищение, такую же очистительную процедуру, вот, ну, это называется панча-карма, да, да, если на санскрите панча-пять карма-действия, да, пять действий, да, которые мы можем совершать, пять действий, да, это очистительные процедуры, ну, в отношении нашего организма, вот, но такие же процедуры мы должны проводить и в нашем доме, очищать его, не только мыть, да, не только мыть полы, но еще и выбрасывать что-то ненужное, да, накопившийся какой-то хлам из дома выбрасывать, какую-то одежду, которая нам не нравится, да, тоже ее или отдавать кому-то, или сжигать ее, вот, то есть стараться не копить, не копить вещи, не копить одежду, стараться, вот, избавляться от всего ненужного, вот, то, что вам не приносит радость, да, радость не приносит, если вам что-то, то от этого лучше избавляться, вот. Вот, это уже проверено на собственном опыте, ну, и вот сегодня начался снежочек, вышла я, вот, ну, вроде бы все сделала, мусор сожгла, кухонные отходы тоже все выбросила в почву, вот, и, ну, коврики повесила, как обычно, сушится раз в неделю, вот, ну, и сейчас дальше пойду, пойду уже в магазин, дальше, хочу купить масло ги, вот, у меня большая мечта купить масло ги, вот, это топленое сливочное масло, очень много о нем наслышала, да, и в Индии, когда жила в Индии, там все только делают на этом масле, вот, готовят на этом масле, считается, что это полезное масло очищенное, отличается, конечно, оно от обычного сливочного, если на нем готовить и пищу, то она не подгорает, вот, и пища очень вкусная, конечно, вкусней в разы, если, например, мы используем, добавляем масло ги, вот, поэтому вот хочу, и даже сладости, которые планируют дальше уже делать сладости, тоже нужно масло ги, вот, поэтому сейчас хочу, не знаю, посмотрю, в магазине или где-то масло ги купить, и, может быть, что-то по мелочи, да, закончилась соль, заканчивается, надо купить соль, надо купить, ну, посмотрю, так, в общем-то, все остальное есть, вот, это уже по ходу, вот, поэтому, вот так вот, сегодня такая моя прогулка, такие планы на сегодняшний день, на воскресенье. Так, да, в магазине я здесь уже, вот, елочное украшение, к Новому году уже готовятся к Новому уходу, петрушки. Так, календарики на 25-й год, вот, сумочки разные, новогодние украшения, елочное украшение, вот, упаковка для подарка для вашего, роскошная. Так, а еще здесь вот мишура, здесь есть новогодняя, красивая, и подарки разные, новогодние. Вот, елочки. Елочное украшение здесь разное. Елочное украшение здесь разное. Елочное украшение здесь. так редька редька дайкон не знаю может быть сейчас куплю редьку 99 рублей килограмм вот и можно купить чеснок кстати не посоветовал один мужчина чеснок от кровоточивости десен но не знаю как он сколько он здесь стоит в общем капуста белокочанная но капусту отсюда нести тоже нет смысла наши капусты белокочанная есть пятерочки она там стоит 25 по моему рублей здесь она 28 а в чижике она 24 стоит рубля так что смысл отсюда нести белокочанная капуста нет но не знаю дайкон купить смотрю что еще можно здесь купить помидоры огурцы это уже не актуально для ноября месяца сезона закончился огурцов и помидоры единственное что можно купить это вот дайкон 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 ну что купила я в магазине на месте рублей накупила значит здесь затарилась вот что я купила так я купила сахарную кудру купила пшено за 30 рублей кстати оно будет дешевле пшено здесь оно 30 пятерочки пшено 35 так сахарная кудра 16 манная крупа манная крупа 37 рублей так что я еще купила я купила а дайкон дайкон на три штуки мне обошелся 53 рубля по моему что то я с дайконом конечно можно было его не покупать 99 рублей 99 рублей килограмм и здесь оказалось полкилограмма в общем вот я не ожидала что три штучки полкилограмма 53 рубля ну надо что то какие то овощи потому что белокочанная капуста закончилась вот и какие то нужны конечно свежие овощи вот еще что а вот кстати вместо вместо топленого масла я решила купить маргарин называется он пышка для выпечки номер один 72 процента 200 грамм здесь вот ну конечно насчет маргарина у меня было такое предубеждение да стереотип что маргарин это вредно вот поэтому я не покупаю печенье в состав которой входит маргарин вот но видите нарушила я свой принцип свое правило здорового образа жизни здорового питания решила сэкономить вот и купила я маргарин для выпечки место место масла топленого вот ну я так почитала по составу вот в принципе состав вот такой желудковало все в пакетике так вот состав рафинированное дезидорированное растительное масло в принципе мы пользуемся подсолнечным маслом да там тоже состав подсолнечного масла тоже рафинированное подсолнечное масло вот дальше но здесь вроде бы ничего такого страшного нет дальше идет вода эмулигантеры так лицетин соевый соль вот единственное консервант здесь содержится консервант регулятор кислоты то есть и лимонная кислота ароматизатор краситель и что здесь еще краситель бета-каротин ароматизатор лимонная кислота но это не так страшно вот единственное здесь конечно вот этот вот консервант единственный консервант бензоат калия по-моему вот Республика Беларусь Минская область делает производитель поставщик поставщик Республику Беларусь Республика Беларусь город Минск ну не знаю попробую купила вот решила сэкономить подумала что масло ги стоит дорого топленое вот дешевле чем за 300 рублей я не куплю масло ги 300 рублей это мой потолок за 300 рублей заменитель продается топленого масла лучше чем покупать заменитель за 300 рублей да лучше купить тогда маргарин за 50 я так подумала для выпечки вот решила купить вот эту пышечку добавлять выпечку вместо масла вот ну еще хочу сделать халву купила манку вот и хочу сделать халву из манки манка плюс масло сливочное вот а что здесь еще вот 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 такие мои покупки еще 200 рублей обошлось мне здесь затариться закупиться вот единственное конечно еще надо было купить семечки подсолнечника для халвы вот вот но здесь очищенных семечек нет подсолнечника развесных поэтому я их не покупала вот все остальное орехи все конечно дорогие вот вот это будут все покупать в другом месте вот ну вот так вот сегодня такие мои покупки такой поход в магазин да еще осталось купить сахар вот он мне сказал что здесь сахар дорогой 63 рубля килограмм поэтому я не стала покупать сахар здесь куплю в другом месте вот еще нужно было купить молотый имбирь о свежем имбире конечно я не мечтаю молотый имбирь но мне показалось что здесь он тоже дорогой поэтому молотый имбирь я буду покупать уже в другом месте вот и что еще останется купить сахар да сахар останется купить сахар и чтобы сделать халву нужно купить семечки подсолнечника семечки подсолнечника ну вот ну вот так вот все купила иду домой теперь да еще надо купить сахар сахар коричневого сахара здесь не оказалось поэтому буду покупать белые белый сахар белый сахар и сахар и